Добрый день! Меня зовут Роман Владимир и я специалист по физической реабилитации. В прошлом видео Александр Андреевич показал нам, как разрабатывать лопатку самостоятельно, как улучшить движение и как сделать это безопасно. Но это был вариант для тех, кто работает самостоятельно. Если у вас есть кому помочь, если у вас есть родственники либо помощники, можно делать это немножечко иначе и тоже достаточно эффективно. В этом видео я расскажу вам о том, как разработать подвижность плеча, как мобилизировать лопатку с чужой помощью. Для того, чтобы начать разрабатывать лопатку, нам нужно придать пациенту правильное положение. В большинстве случаев пациенты с гемипорезом хорошо поворачиваются на больную сторону, а с поворотом на здоровую испытывают некоторые затруднения. Правильное и корректное положение для работы с лопаткой – это положение на боку. Сейчас я покажу вам, как правильно его занять, не нанеся урон плечу, и как сделать это максимально эффективно. Для начала мы берем на стороне поражения нашу больную ручку, перекладываем ее на грудь, далее сгибаем колено, я прихватываю под стопу и под сгиб. Сгибаю колено, прихватываю его сверху, дальше беру за лопатку, не за плечо, за лопаточку, чуть подальше, и аккуратно начинаю помогать человеку перевернуться. Вот таким образом. Соответственно, придав нужное положение, всему телу мы придаем нужное положение руке. Для того, чтобы во время манипуляций мы не получали какой-то боли, мы должны руку оставить не в свободном положении, то есть мы не можем руку завести за спину, мы не можем оставить ее спереди, потому что при взаимодействии с лопаткой рука будет скользить, она будет дальше вытягивать плечевую кость из капсулы сустава, и, соответственно, будут возникать болевые ощущения. Нам желательно избежать по максимуму этих болевых ощущений, поэтому руку нам надо зафиксировать в своих руках. Как мы это делаем? Мы берем ладошку, кладем себе на сгиб локтя и левую руку укладываем на верх лопатки, аккуратно пальцами найдя ее край, ближайший к позвоночнику. Вторую руку я подкладываю под локоть и также кладу пальцы второй руки на ближайший к позвоночнику край лопаточки. Я не залезаю туда пальцами, я аккуратно нахожу край и держу за него, то есть я не прикладываю здесь больших усилий при удержании. Соответственно, дальше у нас есть несколько разных направлений движения. Это движение вверх-вниз, то есть к голове, к ногам. Есть движение, соответственно, вперед-назад, то есть к позвоночнику и от позвоночника. И, соответственно, есть вращение лопатки. Вот такого рода движения. Соответственно, для того, чтобы начать работать, мы прихватили, пальцами туда внутрь не залезаем, четко фиксируем лопатку, смотрим, чтобы рука пациента лежала на наших руках и начинаем потихонечку движение. То есть я не тяну очень сильно, я не делаю это резко. Любое ваше резкое движение может провоцировать спазмы, может провоцировать болевые ощущения. То есть наша задача потихонечку-потихонечку лопатку подвигать, не дергать ее, не делать это быстро. Соответственно, я работаю к голове, к ногам, вот таким образом. После этого я могу поработать к позвоночнику, от него. Также здесь я не цепляю пальцами и не затаскиваю за собой лопатку. Я положил их, прижал ладошками и потихонечку делаю движение на себя, от себя. Если ладонями не очень получается, здесь можно дополнительно чуть-чуть поддавить животом, чтобы увести лопатку к позвоночнику. А соответственно здесь я предплечьем тоже помогаю ее отвести. И вот таким образом мы работаем. Приведение-отведение лопатки. Вперед-назад. Опять же, все делаю не быстро, плавненько. В некоторых амплитудах, в некоторых движениях вы можете почувствовать достаточно неплавные движения. То есть, допустим, вверх-вниз она будет скользить хорошо, а соответственно к позвоночнику. И от него будет немножко останавливаться по пути, как будто она за что-то цепляется. Это тоже нормально. Это нужно потихонечку, аккуратненько преодолевать. Не сильно. И стараться делать все плавно. Ничего страшного в этом нет. Соответственно, просто у нас есть ограничение движения в какую-то сторону, и мы работаем через него. Соответственно, не нужно туда куда-то совсем далеко уводить. Не нужно стараться утащить пациента на себя. То есть, наш пациент должен, как он лежал, так он и лежит. То есть, наша задача подвигать только лопатку. И смотреть за тем, чтобы мы самого пациента не перетаскивали по столу. Соответственно, последнее движение, которое у нас есть, это вращение лопаточки. Я с небольшим поворотом работаю. То есть, работаю сюда, и потом в обратную сторону. Вот туда. Еще можно попробовать немножко залезть пальцами под лопаточку. То есть, мы поставили их сюда, и движением вперед я накатываю лопатку на пальцы. Тем самым, для некоторых пациентов, у которых очень слабо выделяются лопатки, и есть такой условный синдром подлипшей лопатки, это тоже очень хороший вариант. Оставили пальцы, чуть накатили, и обратно. Также я не запихиваю их туда, под лопатку. Я поставил и немножко накатываю. И обратно. Если делать все аккуратненько, то болевых ощущений возникать не должно. Либо они будут минимальный какой-то дискомфорт доставлять. Соответственно, после того, как мы закончили, аккуратненько прихватываем руку, кладем ее обратно на грудь. Я подхватываю колено, поворачиваю бедро, также беру под лопатку, и возвращаю пациента на место. После того, как мы поработали, нужно обязательно не забыть поработать в пассивном режиме и поделать движение рукой. Соответственно, наиболее удобный способ работы это подойти с пораженной стороны и поработать, собственно, здесь. Но, чтобы вам было видно, я сделаю это отсюда. Здесь мы контролируем локоть и кисть. Наша задача провести сгибание и попробовать увести руку чуть-чуть дальше, чем это было до нашей работы с лопаткой. Соответственно, мы также ориентируемся на болевые ощущения. Если у нас есть какая-то острая боль, мы туда не идем. Если боль терпимая, если боль тянущая, небольшая, мы можем попробовать чуть-чуть увеличить рабочую амплитуду. Соответственно, здесь у нас основные два варианта работы. Это с разворотом плечевой кости наружу. Это вот такой вариант, когда у нас локтевая ямка смотрит в сторону головы и ладошка тоже смотрит в сторону головы. Здесь обязательно я контролирую локоть и контролирую кисть. Соответственно, мы идем дальше и потом разворачиваем все это дело внутрь и работаем точно так же. То есть здесь у нас уже локтевая ямка смотрит в сторону другой руки, а ладонь смотрит в сторону ног. Контролирую и работаю дальше. Важный момент, о котором стоит повторить, это работа с болью. Мы не работаем через сильную боль. Боль должна, если быть, то быть очень небольшой и вполне-вполне терпимой. Значит, общий алгоритм подобной работы заключается в том, чтобы увидеть какой-то результат. То есть для начала мы поднимаем руку, смотрим доступную нам амплитуду, после этого работаем с лопаткой и поднимаем руку еще раз. И смотрим, насколько у нас увеличилась рабочая амплитуда. То есть это нужно для того, чтобы работа происходила правильно и вы сами видели результат вашей работы. Собственно, в следующем видео мой коллега Денис покажет, как работать с лопаткой из положения сидя. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok